А теперь к другим темам. Вчера к нам в редакцию обратились жители многоквартирного дома по улице Спортивной, поселка Кубриз. Они рассказали, что сотрудники неизвестной им организации, выполняя работы по демонтажу металлической башни, повредили электрические провода. В результате дом оказался полностью обесточен, а сами жители чуть не пострадали от упавших на землю линий электропередач. Чтобы разобраться в ситуации, мы решили выехать на место происшествия. Подробности в следующем материале выпуска. Когда мы приехали по указанному адресу, работники, производившие демонтаж старой металлической башни, спешно ориентировались, оставив после себя лежащие на земле обугленные провода, полностью обесточенный дом и негодующих жителей многоэтажки. С утра встали, приехали машины и начали убирать вышку. Мы уже давно жаловались по этому поводу, но нас никто не предупредил, что машины тут отгоняли с утра уже все. Поэтому и начали, когда убирать вышку, стрела задела провода и заискрилась все, и свет отключили, у нас щитки все сгорело. Все провода, все. Металлическую конструкцию, которую демонтировали, жители просили убрать сами. Она была старой и в любой момент могла упасть на детскую площадку, которая находилась прямо под ней. Но работы по демонтажу провелись нарушениями. Близко расположенные линии электропередач не обесточили. Территорию не оградили от посторонних, а самих жильцов не предупредили. Первым делом я обратил внимание на то, что не огороженная территория была, потому что стоят, хотя бы отогнать машины надо было это в первую очередь. Не огороженная линия, как правильно это делается все. По технике безопасности. Дети бегали. Когда это все произошло, я их отгонял, потому что полчаса или минут сорок даже. Дело было такое, что искрило по столбам, отсюда дым пошел. И еще неизвестно, свет не дали, погорело ли у кого-нибудь что-то или что-то такое. От такого резкого скачка напряжения могло и погореть. Пострадали жители не только этой многоэтажки. Без света остались как минимум пять домов. Восстанавливать электроснабжение пришлось специалистам НЭСК и управляющей компанией «Обслуживающий дом». Как нам удалось выяснить, работы по демонтажу металлической башни выполняла подрядная организация по заказу городской администрации. Но подрядчик, по всей видимости, решил упростить себе задачу и обойтись без согласования работ с НЭСК и выполнение требований техники безопасности. Теперь виновнику случившегося придется компенсировать все расходы на проведение восстановительных работ. Теперь они возместят это самое, поскольку линии находятся в собственности НЭСК-славянской электросети. НЭСК-славянской электросети им предъявят претензии. Вы видите, сейчас вот бригада НЭСК восстанавливает это самое. Они посчитают затраты, им выставят, они оплатят все это. Подачу электроэнергии многоэтажки удалось восстановить только к середине дня. Анна Монастыренко, Александр Косицын, Александр Тимовская, программа «События».